Многоуровневая парковка перекроет фасад будущей ледовой арены. С такими тревогами к нам в редакцию обратились зрители. Напомню, на улице Октябрьская в Советском районе началось строительство восьмиэтажной стоянки. Проект ее размещения, растиражированный застройщиком, противоречит планам мэрии. Развивать этот участок, судя по генеральному плану, власти хотели иначе. Виктория Лопатайте разбиралась в ситуации и знает, увидим ли мы ледовый дворец. Уже в июне 2016 года вот на этом месте появится многоуровневая парковка. Строение обещает быть грандиозным. 18 тысяч квадратных метров, 8 этажей под более чем 400 машиномест. Но судя по схеме размещения, забыли про главное. Вот здесь, на месте недостроя КПСС, должна появиться ледовая арена, где будут выступать хоккеисты во время проведения универсиады 2019. А от нее, по задумкам мэрии, должен идти зеленый луч в сторону парка 400-летия Красноярска. Земля под парковку, это 11 тысяч квадратных метров, находится в аренде у застройщика. Этот проект они вынашивали давно и даже успели презентовать его на экономическом форуме. Реализация его готовилась давно, потому что здесь необходимо место для парковки. То есть парковка будет предусмотрена для двух категорий, так сказать, пользователей. Это для тех, кто будет ставить автомобили на постоянной основе и на временной основе, когда будут посещать мероприятия. Возникает резонное опасение, что вот такая большая парковка просто закроет собой здание будущей ледовой арены. Естественно, уже ни о каком зеленом луче речи не идет. Но в администрацию успокаивают и говорят, что места под парковку будет значительно меньше, займет всего лишь вот эту площадь и никак не повлияет ни на ледовую арену, ни на парк. Несмотря на то, что земельный участок примерно 11 тысяч квадратных метров, площадь самой парковки по внешнему контуру 2 тысячи, чуть более 2 тысячи. Вход в будущую ледовую арену, которая разместится за парковкой, и территория перед ней, она будет абсолютно свободна и предусмотрена для прогулок граждан. По планам строительство объектов универсиады начнется в 2016 году, как раз в тот период, когда уже закончится строительство парковки. И вот как будут соседствовать между собой стройка и действующая стоянка, пока вопрос. Виктория Лопатайте, Евгений Шестаков, 7 канал, новости.